Главные ошибки людей в деятельности. Первая ошибка такая. Люди обычно хотят быстрых результатов. Они хотят хороших зарплат, сразу быстрых результатов. И это очень большая ошибка. Результаты у человека всегда идут в личностном развитии. Вот если человек правильно себя ведет в деятельности, то у него эта работа, где он работает, становится ступенькой для его карьерного роста. Что значит карьерный рост? Карьерный рост это означает рост вашего благочестия в деятельности. Вот вам кажется, на этой работе у вас нет никаких перспектив. Не имеет никакого значения. Один человек подошел ко мне и говорит, я хороший врач, как мне себя разрекламировать, чтобы у меня были пациенты. Я говорю, никак. Он говорит, а что же делать? Я говорю, научиться лечить людей. Если я научился, что дальше? А дальше, сколько ты можешь вылечить, столько к тебе придет. Бог не дурак, он знает, кого к тебе посылать. Все. Если ты людей лечишь, они друг другу начнут говорить, у тебя не будет отбоя. Все. Сделай хорошей возможность лечить людей, и это будет твоя внутренняя позиция, которая сразу же даст клиент. Если у меня магазин, что мне делать? Сделай две вещи. Сделай товары, которые всем нужны. Честные товары, то есть приносящие пользу людям. И сделай хорошее обслуживание, чтобы там работали люди, которые любят людей по своей природе. Помоги им сделать так, чтобы они не нуждались сильно ни в чем. Постепенно твой магазин станет очень популярным со временем. Это приходит со временем. Это несколько лет надо ждать. Первая ошибка людей в деятельности, первая ошибка, они ищут успеха прямо в этом месте, где они находятся. А надо понимать, что любое место, где вы работаете, это просто лесенка вашей судьбы. Когда вы развиваетесь правильно в этом месте, и там все уже закончилось, Бог вам дает другое место. Вас находят нужные люди. Запомните, человека хорошего видно, как солнце видно, когда ты, допустим, вот откуда у меня берутся слушатели лекций? Люди сами приходят, их за уши не притащишь. Точно так же, когда вы развиваетесь, у вас появляются предложения, вас начинают видеть. Но развиваться надо не только в работе, понимаете. Часто люди думают, что нужно вот научиться работать. Поэтому огромную силу, люди огромные усилия прилагают в том, чтобы выучиться. Сам по себе образование это хорошо. Диплом нужен, специальность нужна, но это 30 процентов успеха. Остальное это ваш режим дня, потому что если вы его не соблюдаете, вы теряете силы со временем, а силы нет, нет возможности развиваться. Второе, это ваше служение людям, обществу. Оно дает колоссальный правиль. Большинство людей сейчас даже не понимают, как вообще правильно жить в социуме. Вот, допустим, мы сделали клуб благость. Вы удивляетесь, почему так много шариков раздают? Наши билеты столько не стоят. цветы, шарики, мандарины. Как будто не мы тут платим, а нам платят. Ну подумайте с трех раз, почему так. Потому что есть клуб благость. Чем занимается этот клуб? Они служат людям, развивают свои качества. Поэтому они копят шарики к моему приезду, копят цветы. Все это покупают на свои средства. Руслан, вот, который организовывает лекции, у него свой магазин. И он из шариков, да. И он берет на свои деньги, вот это все закупает, там энтузиасты это все лепят. Это же ручная работа, понимаете? Это не в магазине куплено. Вот. И потом вам это все приносит. Зачем это люди делают? Для чего? Для того, чтобы накопить благочестие. Что такое благочестие человек? Вот, допустим, вы замечали, что к одному человеку все любят одного человека, другого все не любят. Один говорит, его хочется слушать, другой говорит, не хочется. У одного человека есть способности продавать товары, другого нет способности. У одного человека есть способности долго работать, другого нет. У одного есть способности что-то менять в лучшую сторону в деятельности, а у другого нет. Это все называется благочестие. Оно соткано не из профессионализма. Благочестие — это чисто твое желание что-то делать для людей. Вот когда ты хочешь что-то делать для людей, люди примагничиваются к тебе сразу. Это их притягивает. Вот это называется удача. Способность любить человека в каком-то направлении людей. «Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь цветочница Анютка». Ну то есть она торгует цветами. Чего она хочет? Вот в сердце ей чему хочет? Втулить цветы и получить, извлечь из человека прибыль. То есть у нее прибыль лежит в кармане. Цветочница Анютка хочет эту прибыль переложить в свой карман. А ему подарить цветы. И это желание не дает ей продавать цветы, потому что люди не нравится им это желание. Вот если вы приходите в хлебный магазин и вам хотят стулить хлеб, то что вы делаете? Уходите из хлебного магазина. Так? Но это противоречит одно другому. Как же продавать, если тебе не хочется продать, как же продавать? Что такое благочестие человека? Это когда его щедрость сильнее его жадности. И это, вот эта разница создает приток людей. Чем больше у человека щедрости, тем больше людей. Если, допустим, тем более вы хотите продавать очень теплый и вкусный хлеб и ничего не навязывать, то приток будет колоссальным. Люди будут просто прибегать туда и хватать весь хлеб и съедать. Вы думаете, что бы такое продавать, чтобы разбогатеть? Ну, люди вот едят хлеб. Ну, то есть, люди едят просто, ну, как бы, ну, там, допустим, хот-кот там какой-то изобрели, да? Вот хот-дог уже есть, теперь хот-кот, допустим, вы изобрели, ни у кого нет. Или хот-крыс, допустим. Допустим, вы изобрели что-то новенькое, да? Думайте, как вот сделать так, чтобы всех кот-доги перестали покупать, хоть крысы начали покупать? Это безумная идея. Люди будут есть хлеб всегда. Продавать хлеб очень сложно, потому что все продают хлеб. Но если вы понимаете, что такое успех, вам вообще не будет сложно. вы берете, делаете где-нибудь в центре города маленькую точку, хлебный магазин, очень вкусный горячий хлеб, очень красивый человек, который с доброй улыбкой, через месяц там будет просто толпа и все, и вы на этом хлебе будете просто вот. допустим, у меня есть одни знакомые, они решили продавать, сделать вегетарианский ресторан в Киеве. Это высокопоставленные люди, им просто интересно было, как это работает. Они говорят, Олег Геннадьевич, вот мы попробовали вашу пищу, очень вкусно, почему люди об этом не знают? Я говорю, ну потому что нет культуры такой, а как сделать, чтобы она была? Ну используйте свои способности, сделайте красивый нормальный ресторан, чтобы люди видели, что это не быдло какое-то, забегаловка, а вот нормальный красивый ресторан. Найдите людей, которые могут с молитвой, говорит, Олег Геннадьевич, мы не можем таких найти, я говорю, я вам найду. Нашел им людей, которые могут с молитвой готовить, помог им с ними строить отношения, потому что эти люди не мотивируются деньгами, им надо, чтобы там духовная атмосфера была, чтобы, ну кто-то вообще ничем не мотивируется, таких надо с работы выгнать, они о Боге только на работе думают, ну как бы, работы не хотят. Надо найти, те, которые хотят работать, могут с молитвой, обучить их правильно сервису, потому что нужно еще же не просто о Боге думать, а еще подавать, как в ресторане, да, и они все это сделали, как в крутом ресторане, и сделали статус не ресторана, а кафе. Вот ты заходишь, это ресторан, а там написано кафе, и цены, как в кафе. Сделают еще крутой сервис, сделали хорошее обслуживание, люди с молитвой готовят все. Прошло полгода, мест нет, люди пищат, лезут туда, в очередь, стоят, все. Все. Уже надо делать следующий ресторан. Почему? Потому что просто писк. Понимаете, когда делаешь все правильно, с любовью для людей, идея духовная, глубокая, в сердце, то это будет очень популярно, но не сразу, в нужном время. Мне есть еще один знакомый, который сделал ресторан, в котором были вегетарианские продукты и мясные. Он побоялся, что только в вегетарианские будет не окупаться, потому что это было прямо на Арбате, в центре Москвы. Хороший мой знакомый. Он просто чудо этот человек. Таких людей я больше не видел в этом бизнесе. То есть он сделал крутой ресторан, там все, там это индийский стиль, там все, там стоит эти все статуи, там, ну сделал крутой такой индийский ресторан. Набрал хороших поваров, все, сделал как надо. Человек заходит в ресторан, он бежит к нему сам, он руководитель ресторана, он не официант, он бежит к нему, заходите пожалуйста, я руководитель этого ресторана, заходите, как вас зовут? Садит его рядом с ним, начинает общаться, он интеллигентный, деликатный очень человек. Через два месяца и он всех запоминает по именам людей, дружит с ними потом со всеми, через два месяца у него все места забиты, он всех знает, со всеми приходит, здоровается, этот человек живет этим рестораном, он как бы, пока он работает, он там находится. И он просто такой развил там атмосферу, люди, потом он начал там тематические встречи делать, приглашать всяких этих как бы людей, которые люди кушают и там что-то рассказывают, меня тоже иногда приглашал. например, там была такая встреча, я рассказывал о вреде курения, то есть там пришли люди курят в ресторане, выпивают, Ценарбат, центр Москвы там я рассказывал шутку о вреде курения, они смеются, улыбаются, слушают, потому что я очень по-доброму рассказываю, вот, и они были счастливы там, им понравилось, как я это все веду, потому что им важно узнать мнение человека, то есть они как бы такие серьезные люди, образованные, им надо узнать такую точку зрения, что курить вредно, и почему, и что будет со мной, если я буду продолжать курить, но я все в шутку, не навязываясь, ничего, поэтому им приятно было, они говорят, пускай еще приходят, нам что-нибудь расскажут, вреде спиртного может быть, вот такое место человек сделал, видите, я вам сейчас говорю не о образовании бизнесмена, сейчас на этом делается ставка, да, типа получи правильное образование, как бы, как, как бы вешать лапшу на уши людям, образование нужно в плане правильного понимания, что такое этот бизнес, вот что такое ресторанный бизнес, что такое продавать там, то, все, что такое делать комбайны, понимаете, образование нужно, но я говорю сейчас вам о другом, о том, что есть благочестие, атмосфера, с помощью которой идут продажи и чувство приятно, что мне хочется веры в этот товар, она создается через благочестие людей, которые там работают, понимаете, вот некоторые люди приходят ко мне на лекцию и даже не узнают тему, поднимите руку, кто, видите, почему, потому что есть определенное благочестие и вам оно нравится, вы чувствуете счастье, отдыхаете на лекции, я говорю сейчас об этом с вами, часто люди как бы пытаются получить образование очень много, которое их заморачивает в плане деятельности, они техники продаж начинают изучать, у меня есть один знакомый, ну, святой человек фактически, он распространяет духовную литературу, у него такая стопка книг, берет такую стопку книг в руки духовной литературы, на людном месте, людный поток людей идет, встает, к столбу просто прижимается, вот так встает, и все, кто на него посмотрел, покупают у него духовные книги, все до одного, потому что, когда на него посмотришь, от него невозможно оторвать взгляд, тебе кажется, что надо подойти к этому человеку и спросить, что он здесь стоит, что он продает, зачем он здесь стоит, что за книги, такая в нем сила заложена, эта сила создается молитвой, он сначала очень много молится, чисто возвышенную жизнь ведет, и в нем создается такая сила, что он и за полчаса вся машина книг уходит, или за час, за два, все, но больше никому не удается так делать, он единственный в мире человек, который может так делать, почему такова сила его благочестия, я вам сейчас говорю о тех ценностях, которые вам надо научиться развивать в себе, часто люди вкладываются в то, что не дает такой силы, понимаете, вот был, допустим, такой Самсон, такой, ну, человек, его невозможно было победить, он мог уничтожить 50 человек, у него не было оружия даже, вот на него нападают, и никто не мог с ним ничего сделать, убить его было невозможно, почему, потому что так захотел Бог, такова сила была в нем, что он уничтожал всех противников, и армия вот это вот, этих людей, которые враждовали с этими евреями, племенем евреев, в котором он жил, и порабощали его фактически, то есть, они боялись этого человека, но когда он купился, начал грешить, в отношения вступил с женщиной, высокопоставленной, она его специально соблазнила, он потерял свою силу, его поймали, связали, выкололи ему глаза, но он потом все равно выполнил свою миссию, так или иначе, я к чему это говорю, к тому, что мы забыли о том, что такое благочестие, вот допустим, берем, торговец человек, продает товар, вот что надо сделать, чтобы быть успешным, хорошо вы выучитесь всему, там пройдите все курсы, послушайте всю лапшу, что вам повешают, там, в успешном бизнесе, как бы, может быть, там вы что-то найдете полезное для себя, я не против, но, если у вас не будет нескольких вещей, если вы торговец, да, вы не сможете ничего продавать, хоть вы какой, примените какие технологии, там, самый лучший товар, ничего у вас не будет продаваться, первое качество бизнесмена щедрость, вот жадность, это его природа, то есть ему нужны деньги, почему, что только бизнесмен, это тот, в сердце которого есть две вещи, которые мотивируют его жить, первая вещь, щедрость, он считает, что богатство, достаток спасет мир, это сейчас, эта идея вообще существует на всей земле, сейчас и бизнесмены, они свою идею протолкнули в сознании умы людей, что именно богатство спасет мир, потому что есть таких три идеи, первая идея, это знание спасет мир, тогда управляют миром ученые или священники, вторая идея, это социальная защита или забота спасет мир, тогда правители правят миром, а третья идея, это богатство спасет мир или экономическое процветание, этой идеей управляют бизнесмены, понимаете, и вот бизнесмен, это его идея в жизни, богатство спасет мир, вторая идея, его противоположная, идет из его корысти, и она тоже его мотивирует, это жадность, он хочет много денег, это его природа, именно денег он хочет, не власти, именно денег, теперь, что ему нужно для того, чтобы быть успешным, свое желание, свою жадность всегда укращать, желанием обогащать людей, приносить им пользу, это вызывает к нему очень сильное доверие, понимаете, как притягиваются люди, я, допустим, пользу людям хочу приносить доверие. Я знаю одного человека, он в Питере открыл очень дорогой магазин, у него буханка хлеба стоила полторы тысячи рублей, экологически чистого хлеба какого-то, и когда люди приходили, они прикалывались, говорят, хлеб полторы тысячи рублей, и он говорит, что, дорого? ему говорят, дорого, он берет пол буханки, отрезает, говорит, это тебе, за так. Человек в шоке, ходит и что-нибудь покупает. Он сначала узнает, что точно стоит этот хлеб столько, а потом что-то покупает, или уходит, ест этот хлеб, видит, что он очень вкусный, потом заходит опять в магазин, ему опять пол буханки дают за так. И все, кто туда заходит, все получают бесплатно хлеб. Он этот магазин открыл ради прикола. Ему не нужно деньги с этого магазина, он просто проверил, как работает вот эта идея щедрости. Понимаете, еще некоторые вещи тоже там дарят людям просто. Через два месяца этот магазин начал давать сверхприбыли. Люди просто покупали там товар, потому что они верили, что это крутой товар, нужный. он действительно там поставил очень хороший товар, который качество очень высокого. Но он туда еще включил идею щедрости, и он по-доброму действительно людям давал то, что им нужно. Понимаете? Видите, сочетание двух идей, очень высокий уровень, стиль такой и сильная щедрость. Сразу, как бы, очень большой престиж вместо этого люди начинают уважать. Итак, щедрость в сердце. Следующее качество бизнесмена очень твердое слово. Никогда не делать того, не нарушать своего слова. Никогда в жизни. Никогда подписан договор или не подписан. Если ты договорился с кем-то, никогда нельзя нарушать этот договор. Лучше умри, чем это дело. В принципе, никогда не нарушай свои договоры. Пускай ты будешь в убытке, пускай ты прогоришь. Не нарушай своего договора. Потому что, если ты так будешь делать, через несколько лет все будут знать, что ты не обманываешь и будут с тобой всегда заключать договора. Никто не будет бояться, все будут точно знать, что ты никогда не обманываешь. Такова будет твоя репутация. Следующее надо любить, дружить. Означает любить людей. Ну, то есть, дружить означает все делать для человека, щедро себя с ним вести, который занимается таким же бизнесом, как ты, или равный тебе, или просто хочет быть, ну, то есть, понимаете, как бизнесмен живет на связях, на том, чтобы у него много знакомых. Знакомые означают друзья. То есть, он дружит со всеми, он знакомится легко, помогает всем. Дружба означает помогать. У него есть связи, чем больше связей, тем легче помогать. Он звонит, говорит, сделай для этого человека, вот я тебе тогда кем-то помогу. Если эти качества, вот смотрите, щедрость раз, твердое слово два, дружба три, и очень четкое понимание дебет-кребет, кредит, то есть, очень четко считать деньги, ну, то есть, внимательно следить за тем, что происходит, не делать глупости. Четыре. Все. Вот эти четыре качества, все остальное тоже есть, но это мелочи. Если они будут, у вас бизнес просто взлетит, потому что вы начнете магнитить людей. Качественный товар также входит честность. Ну, насколько товар качественный, настолько его как бы предлагает. Человеку всегда говори, очень важно иметь некачественный товар. Допустим, приходит человек к тебе, говорит, это ну, хороший компьютер, ты ему говоришь, нет, вот хороший компьютер, или вот этот. Он думал, почему ты мне это сказал? Ну, потому что ты хороший человек. никогда не скрывать правду. Говорит, вот это лучше, это хуже. Всегда бывает что-то лучше, что-то хуже. Человек говорит, я хочу этот все равно взять, хорошо, у него есть такие-то проблемы, у этого компьютера. Если что, приходи, будем что-то делать. Взял, пришел, говорит, ты был прав, а какой не имеет проблем. Вот этот не имеет проблем. Легина здесь. Что-то вы не то говорите. Я говорю о твоей жадности сейчас. Она тебе мешает торговать. теперь руководитель. Я говорю о благочестии. Что такое благочестие? Это магнит, который притягивает успех. Вот это вкладывайтесь, вот в это вкладывайте. Она не против изучать бизнес, не против пройти курсы разные, понимаете, но на этих курсах вам не будут говорить о том, где успех, как его достичь. Вернее, будут говорить, но это все будет лапша на ваших ушах, потому что успех всегда достигается, когда люди любят человека. Вот когда вас любят, вот это и есть успех. А любят в чем? Вашей деятельности. Дальше поехали. Руководитель. Кто такой бизнесмен? Это руководитель? Нет. Он набирает людей как? Мотивирует их деньгами просто. Они к нему временно приходят. Там нет в атмосфере бизнесмена нет устоев, социальной защиты людей нет. Там просто это артель, в которой люди зарабатывают, заработали, ушли. Они могут там всю жизнь работать, но они ни на что сильно не рассчитывают, потому что он ничего не гарантирует. Он говорит, возможно, будет зарабатывать, бизнес кончится, не будем зарабатывать. Понимаете? Кто такой руководитель? Он не зарабатывает с людьми, он дает людям социальную защиту. Чувствуете разницу или нет? Социальная защита означает заботу. Вот допустим, у руководителя подчиненный заболел, он пришел к нему домой и говорит, я тебе найду врача, оплачу твою, я тебе помогу. И помогает ему, никому не рассказывай, я тебе это делаю лично для тебя. Все. Это руководитель. Потом человек всю жизнь будет благодарен. Я не пойду никуда работать в другое место. Руководитель не повышает зарплату, он повышает заботу. Чем больше повышает зарплату, тем больше люди наглеют. И тем меньше возможности им еще повышать. Когда вы находите сотрудников, которые хотят выше зарплату, эти люди у вас выучатся и вас кинут. Если вы находитесь сотрудников, которые привлеклись вашими качествами как человека, эти люди выучатся и останутся. должно быть главным мотивирующим фактором главный мотивирующий фактор у руководителя это атмосфера коллективов который он создал и забота о людях защита их права работать гарантии например если человек работает в этом коллективе просто так не выгонишь потому что ему дают возможность исправиться его ему объясняет что так нельзя наказывают но оставляют и так далее защита учет чувствуется защищенным женщина ушла в декрет хорошо будем платить ничего страшного защита она потом пришла говорить я у вас буду работать чувствует защиту итак первое качество руководителя защита он заботится о людях второе качество твердость характера никогда не позволять себя обманывать никогда не попустительством не заниматься если человек ошибся наказывать обязательно по-доброму но наказывать понимаете то есть не позволять человеку не говорить ну ладно первый раз прощаю никаких прощают доброе отношение человек провинился наказывается по-доброму там зарплаты меньше там еще что-то ну как бы не надо унижать человека просто наказывается все второе качество руководителя строгость третье качество руководителя это социальная сила никаких гуляжек никакого выпивона руководитель должен быть примером в поведении вот допустим как разрушают правителей вот как разрушают следят за его ошибками жизни вот допустим начал гулять все они можно уже дискредитировать человек начал выпивать можно дискредитировать чуть-чуть своровал чего-нибудь там сразу там дворцы дворцы у них понимаете этот способ разрушить страну понимаете то есть дворцы и не дворцы там мы же в капиталистическом системе живем это значит что дворцы у всех вот допустим взять допустим в америке чё там запрещается иметь дворцы руководители нет а у нас тоже капитализм но почему так говорят потому что людям не нравится когда и кто-то кого-то обманывает понимаете руководитель должен быть безупречной репутации характера нордические стойки полет порочных связи не имеет понятно означает можно доверять человеку то есть руководитель должен правильно одеваться на его одежда должна быть статусной он не должен выглядеть бедно он должен разговаривать как старший с людьми он отец для всех руководитель бизнесмен друг он дружит со всеми он мотивирует дружбы все давай заработаем руководитель не друг он отец даже если ему 25 лет он отец для всех он старший девушка которая руководитель 25 лет тоже мать она ведет себя строго смотрит говорит вы наказаны мать 25 лет сильное чувство собственно достоинства не позволяет себя унижать никак очень следить за атмосферой все в коллективе должны знать что если ты оскорбил руководителя то значит ты здесь работать не будешь или извиняйся если вы позволяете оскорблять себя то вы взращиваете змею которая разрушит всю атмосферу разрушается атмосфера разрушается коллектив знания как как варить молоко как создавать команду знания один руководитель подошел ко мне и спросил меня как мне сделать так чтобы я выбрал разумных людей и взращивал их они разумные не попадали в эту категорию ну потому что они меня предадут потом как мне вот сделать так чтобы верные люди вокруг меня были я говорю две вещи надо сделать первое это сделать какую-то цель у коллектива кроме обогащения и заботы о людях должна быть цель еще типа строим храм или еще что-то для Бога потому что это цель твоя лично должна быть главной и те люди которые вдохновляются этой целью самые разумные но есть еще один способ он говорит какой я говорю ну вот как бы о птичках поет птицелов о рыбках поет рыболов а я о пиявках поет я говорю у меня есть еще один способ возьми людей сажай на десять минут послушать мои лекции отрывок который связан с вашей работой вот по этой теме и те люди которые будут слушать анализировать развиваться изучать изучать потом сами начнут слушать лекции это разумные люди те которые будут слушать как бы им по барабану особо это люди которые мотивируются только деньгами обычно это сильные хорошие специалисты но им не интересно развитие это значит эти люди временно тебе будут помогать но если их развивать они потом тебя кинут заберут у тебя бизнес или пойдут кому-нибудь где дороже платят в лучшем случае и третья категория людей это дебилы то есть они как бы у них есть способность работать все но у них нет разума ну то есть это люди которые могут обворовать тебя предать настучать там и они тоже могут быть хорошими специалистами а сразу как бы разглядеть их невозможно эти три категории и вот можно с помощью нескольких методов например поехали куда-нибудь в храм свозить людей допустим сразу вот люди разделяются сразу на третьей категории или лекции послушать или доброе дело какое-то сделать допустим поехали покормили нищих ну руководительским составом потому что подчиненные все они как бы у них нет сильно большого интеллекта вот те кто руководят они уже бывают или умственной способности или способности в разуме если разумный человек у него всегда тяга к духовному и к нравственному есть это признак разума силы если нет такой тяги значит человек слабый разумом это значит что он может быть стабилен только пока ему платят деньги а когда вы можете платить деньги когда у вас судьба идет вверх предприятия когда судьба идет вниз то вы уже не можете и все вот эти вот люди которые мотивировались только деньгами они улетят в этот момент потому что вы им по барабану им нужны ваши деньги только и все а все кто мотивируется вами вашей жизнью деятельностью вашими целями они останутся но эти люди обычно развиваются в деятельности медленнее они сразу незаметны но они зато потом становятся очень стабильными и хорошими так руководитель должен уметь развивать людей давать им знания сейчас руководство это чисто административная деятельность но так никогда не было допустим коммунисты были не дураками у них был администратор и политический руководитель политрук там и Чапаев и Фурманов понимаете зачем нужен руководитель идеологический сейчас кстати вводят закон ввели что начинают вводить идеологических руководителей из-за того что молодежь добыльнутая растет как бы им навалили что-то там на мозге они пошли на демонстрацию мозгов нету потому что и вот надо же что-то с этим делать и страна поняла не прошло и года вот страна поняла что надо воспитывать людей давать им идеологическое образование оказывается в любом коллективе надо это делать ну что такое идеологическое образование объяснять что мы здесь делаем зачем для чего какие цели у нас как нам строить отношения друг с другом как нам сделать так чтобы мы были счастливы может быть праздники вместе проводить это вот идеологическая работа означает объединять людей какие-то мотивацию какую-то делать правильную тогда коллектив будет дружным не то что он сам стал дружным вот стадо баранов из-за чего дружным становится из страха потому что потому что есть волки поэтому они дружно друг друга держатся а люди когда они объединяются в фирму у них нет страха понимаете потому что они не будут дружными у них нужна другая мотивация это любовь счастье какие-то цели забота и к этому надо людей призывать потому что люди все замкнуты на себе зашорены поэтому нужна идеологическая работа такая с людьми чтобы им это нравилось в виде каких-то праздников и каких-то мероприятий на которых рассказывается вот у нас есть такой-то член коллектива который вот так-то так-то давайте его поздравим ура там все поздравляют там молодец и он такой-то человек это все руководитель рассказывает и люди думают у нас хороший руководитель у нас хороший коллектив у нас хорошие люди работают вот это называется идеологическая работа не то что равняет смирно как я в армии когда служил там было у нас такое мероприятие в учебной части вечером нам включали телевизор он не работал там полоски вот такие шли не работал мы там намаршировались там снег накидались короче устали сидим короче и ходит старший сержант с шапкой в руке и кто как бы он в него шока то ты кидай шапку назад раз ну такое мероприятие длилось 40 минут то есть ходил старший сержант все смотрели на полоски в телевизоре но если сколько посмотришь если он посмотрел тебя уже это вот такая была идеологическая работа по башке шапкой чтобы развивалась интуиция но я через наверное дня два или три уже точно знал когда летит шапка и как бы уворачивался мог поспать и увернуться от шапки интуиция хороша ладно это была шутка итак руководитель понимать качество если у человека есть эти качества приходит время и у него коллектив мотивируется на ответственный труд у него появляется совесть работе хорошие специалисты и так постепенно он развивает бизнес свой потому что развитие бизнеса это не то что ты в тренд попал вот люди сейчас как думают беру больше денег нахожу интересную идею беру деньги в кредит набираю себе дебилов а больше ты никого не наберешь кого-то наберешь все хорошие люди на дороге валяются что ну я их деньги заплачу хорошие придут ну хорошо будешь верить в это я нормально к этому отношусь вот то есть нам набрал высокооплачиваемых дебилов вот как бы смотрите что происходит человек не понимает что деятельность всегда проверяется сначала на маленьком эталоне модель это называется ну то есть попробовал маленькую немножко там не нужен никого сам попробуй может быть один помощник я не знаю попробовал посмотрел как это работает вообще взаимодействие с властями взаимодействие с людьми какая у тебя карма можешь руководить людьми или нет можешь ты вдохновлять человека на труд или нет какие люди тебе попадаются посмотри по судьбе может тебе одни ворюги попадаются а может быть классные ты не знаешь сколько ты можешь удержать возле себя людей вот сколько ты можешь руководить кто-то может 5 а кто-то может сотней у всех разной возможности. И когда ты на маленьком механизме проверил, проверил, можешь руководить людьми или нет, тогда включай больший механизм, потихоньку развивай. Больше, больше, больше и смотри на каком этапе ты уже не сможешь справляться с людьми. На этом этапе остановись, чуть поменьше сделай. Все, понимаете? Деньги ты берешь, кредит, в последнюю очередь. Теперь, когда человек взял деньги, не проверил бизнес, какой результат, банкротство. Почему? Потому что он делает ошибки. Эти ошибки стоят денег. Люди его кидают, уходят. Потому что люди, чтобы набрались люди правильные, нужно время. Они, это как через сито что-то сеешь. Вот золото, когда сеет через сито, набирается потихоньку. Так и в песке люди. В песке очень много людей лишних. Они приходят, все устраиваются, непонятно кто. Кот в мешке к тебе устроился. Набрать хорошую команду под себя людей очень сложно. Нужно время. Поэтому свой бизнес открывать надо вот так, постепенно, со временем. изучай спрос, изучай, как это работает, взаимодействие с властями, законы, бухгалтерию. Все надо изучить. Как у тебя это все работает? Ты не знаешь. А потом уже думай о том, чтобы брать деньги. Это тоже нормально, когда все уже отработано. Но сколько надо брать? Сколько потянешь? Надо это тоже чувствовать. Вам не скучно? Теперь Америка, Америка, хорошая страна. Тема. Или хочу в Сочи, Олег Геннадьевич. Ваша же тема. У вас есть два варианта. Или в Сочи хочу, или в Америке. Я не против. Жить в Сибири тяжело. Я живу в Краснодарском крае. Я сначала родился в Серове, жил в Москве, переехал в Краснодарский край. Очень важно понять, что везде есть свои приколы. Допустим, все страны, которые называются экономически развитые страны, вот если вы слово экономически развитая страна услышали, то это значит то же самое, что примерно Москва и Новосибирск такое отличие. Приезжаешь в Москву, ты можешь устроиться на высокооплачиваемую работу. Квартира стоит дорого. Пахать тебе придется, как и шаку. Зарплата хорошая, и ты веришь, что ты там быстрее накопишь деньги. Я жил в Москве 7 лет, ничего не накопил. Переехал в Краснодарский край, сразу все начало взлетать. Понимаете, то есть у меня есть одна родственница, живет в Израиле. Уже 20 лет. У нее нет своей квартиры, потому что надо очень много работать, чтобы просто там жить. Это называется Америка, Америка хорошая страна. Понимаете, люди всю жизнь пашут на то, чтобы просто себе квартиру выплатить. Но, так как там очень сильно развита идеология, идеология того, что это крутая страна, тебе здесь жить как бы вообще как бы понимаешь, так же отношения, заботиться об отношениях с людьми, чтобы была культурная среда, было красиво все. Понимаете, это сглаживается. То есть, человек пашет, как и шаг целыми днями. Ему очень трудно там выжить, потому что уровень жизни высокий означает все дорого, мои дорогие друзья. И означает так же материальное закабаление. Человек как бы попал в рабство материальное. Все в кредиты, в ипотеки в эти все, как ты в этом находишься, как в тисках. Я против этого? Нет. Кому-то так нравится жить. Красиво, да, красиво. Некоторые говорят в России хуже, но вот я заметил, что в России людям не надо так много работы, чтобы жить. Может быть и не такие красивые квартиры и не такой крутой как бы антураж вокруг, но проще же. Вот кто из вас работал в Европе, допустим, поднимите. помельки. Никто? Жалко, ну, как бы, вы бы поймали, о чем я говорю. Что? Вы работали? Работали? Согласны, что тяжело там? Много работать надо? Конкуренция большая, выживать еще, там есть определенная культура. Культура образования называется. Вот если, допустим, ты не выучился определенным образом, у тебя нет престижного диплома, тебе очень трудно доказать, что ты не осел. Так ведь? Ну, то есть культура престижа вот этого образования. Люди все стремятся к имиджу определенному. Им надо доказывать это все. Видите, я не против этого. То есть, кто-то хочет в Европе жить, ну, нормально, я не против. Я просто говорю, что там есть свои приколы. То же самое на юге. Вот, допустим, вы здесь живете, на севере, ну, тяжело там, холод там и так далее. Но, как бы, на юге вроде бы легче. В чем легче? Там хороший климат. Там больше солнца. Там больше улыбок на лицах людей. Но там есть свои приколы. Больше неуравновешенных людей. Понимаете? Ну, как бы, чем больше солнца, тем люди сильнее, вспыльчивыми становятся. Ну, то есть, они, как бы, жадность тоже увеличивается, хитрость, клановость. Люди там, вась-вась, там, вот это все. Понимаете? Ну, то есть, вот, допустим, приехал, жить на юг. Влиться в эту среду очень сложно, потому что, тебе надо, как бы, ну, подстраиваться под менталитет, вот этих уже, клановых отношений, там, перед кем-то прогнуться, там, вот так вот, понимаете? Это же другая культура совсем. Люди очень жадные, будут торговаться с тобой, каждую копейку надо вышибать, чем южнее, тем тяжелее, тем, чем больше борьба за существование, потому что кучность людей больше, и больше вот это вот, как бы, друг друга выдавливает, люди, как бы, стараются, каждый за себя, вот эта вот, атмосфера очень выражена, вот эти вещи. Но есть вот это счастье, солнце, море там, то есть, есть плюсы, есть минусы, везде. Я не то, что там хуже, там нормально, просто вот такие условия. На севере, люди более отгорожены друг от друга, тяжелее, как бы, ну, тяжелее, морально, потому что меньше солнца, больше надо себя поддерживать в этом плане, больше думать о жизнерадостности, там легче, как быть радостным, на юге, здесь тяжелее. Ну, вот, допустим, я приезжаю в лекции в Краснодар читать, там другая атмосфера совсем, вот, допустим, вы слушаете очень с большой верой, и у вас очень открытые сердца, у вас открытая атмосфера, вы люди очень открытые такие. Я, допустим, в Краснодар приезжаю, если хотите, проверьте, вот у меня в Краснодаре будет лекция в конце 28 февраля, что ли там, что-то такое, в Краснодаре будут читать лекции. Вот, примерно, столько же приходят на лекции людей. Рассказывайте, рассказывайте, Олег Геннадьевич. Понимаете? Вот такие люди. Они такие на понтах, все такие, как бы, ну да, да. Нет, там хорошие люди, как бы, я не против, но они другие. В Сочи тоже самое? Нет, там, да, там такие они вальяжные. Нет, Краснодар это столица, понимаете, Сочи не столица. Краснодар, они столичные такие. Ну, вы тоже столичные, но не такие, как в Краснодаре. Да я понимаю, я о другом говорю сейчас. Там, понимаете, там, вот допустим, в Казахстан приезжаешь, там своя культура, понимаете, там казах без понтов, без понтовый казах, понимаете. У них понты главное, надо, чтобы были понты, то есть нужно, чтобы большая машина была, ну ты как бы, ты такой, ну, иначе тебя никто не уважает. Везде своя культура, понимаете, свои приколы. И если ты куда-то приезжаешь, думаешь, там лучше, там в чем-то лучше, в чем-то хуже. Вот так. Не то, что в Краснодаре хуже, там тоже нормально, просто там свои приколы. Люди смелее там задают вопросы, вот вы очень смелее нас задаете вопросы, а там, Олег Геннадьевич, да, я вот слушаю. Ну вот у меня такой вопрос, я бросил свою дуру, там и так далее. Ну я утрирую, не то, что там есть, там много хороших людей, тоже, они меня ждут. Я просто вам говорю, что все разные. Вот допустим, я приезжаю, когда в Казахстан, я там конфеты кидаю, там традиция конфетами кидаться. Это их национальная традиция. Я конфеты кидаю, женщины как бегут к сцене, они друг друга сшибают и не обижаются. Упала, опять встала, побежала дальше. Когда я приезжаю в Ригу, люди встают в очередь друг за другом, чтобы получить цветочек. Если кто-то встал раньше тебя, она уже не пойдет через нее, будет стоять ждать. И еще на расстоянии друг от друга. Социальная дистанция у них без вируса даже. И они вот так стоят. На Украине тоже бегут сразу как бы к цветам, но они друг друга не сшибают там. Везде разные люди, понимаете, абсолютно. А у нас как? У вас такие люди осторожные, не сильно. Внимательно изучают сначала, присматриваются. Вы как бы меня не сразу приняли. Вы не заметили? Я приезжаю несколько раз, люди все ближе, ближе к мне. мне становятся. Вот это вот так аккуратно, осторожно. У людей есть критичное иногда восприятие. Они могут, если я первый раз приезжал, некоторые люди спорили со мной. Сейчас не спорят, слушают, но мотают на ус. Все везде люди разные. И в зависимости от атмосферы, нужно там так себя вести. Ничего не сделаешь. Мы не можем поменять культуру, понимаете? Но в целом вы должны понимать, чем западнее люди живут, тем у них больше ментала и меньше сердца. Чем восточные люди живут, тем у них больше сердца, меньше ментала. Они проще. Восточные люди проще, но им тяжело образование получать. Западные люди более образованные, но они очень трудно понять сердцем что-то. Понимаете? Вот так различается энергетика. Запад, Восток. Американцы очень интеллектуальный народ, очень интеллектуальный и очень туго с сердцем. Им в среднем нужно 5 лет, чтобы познакомиться друг с другом. Им трудно понять с сердцем человека. У нас все как бы сердцем легко, но как бы интеллектуальный уровень другой совсем. Развитие не такое, как в Америке, допустим. С ними я так не поговорю, как с вами. Не пошучу так. С ними надо по-другому разговаривать уже. Там другая среда совсем. В Питере интеллект у людей намного выше. Интеллектуальная среда выше, более культурная. Но они искренние тоже. Искренние люди, но им тяжело достучаться друг до друга. У них там больше одиночества даже в дружбе. Им трудно знакомиться друг с другом и так далее. Везде все по-разному. В Москве, они очень деликатные такие люди. Заметили, да, с Питерей? В Москве базар-вокзал. Там такая среда вот. Но там тоже люди как бы искренние. Все нормально. Я говорю о том, что всегда хорошо там, где нас нет. Если говорить о деятельности, очень важно понять один принцип. Человек должен всегда в деятельности быть, уважать очень сильно людей и быть очень активен и верить в успех. Не нужно проявлять пессимизм, пассивность и безверие. Ну, чувство, что, ну, как бы, тебя не получится. Если ты на работе так настроен, значит, тебя точно не получится. Ты уже все, ты проиграл там. Понимаете? Если ты где-то что-то делаешь, надо быть уверенным. Стараться. Это аскеза, которую человек должен совершать. Он не должен сомнения показывать свои. Уверенность означает энтузиазм в деятельности. Вот представьте, допустим, я читаю лекцию, вы меня спрашиваете, допустим, Олег Геннадьевич, я замуж выйду. Я не уверен, я не знаю. Ну, как бы, я подумаю, вам скажу. Вы меня в следующий раз будете спрашивать, нет? Нет. Ну, это в любой деятельности, понимаете? Человек должен быть уверен. В деятельности человек должен быть решительным. Что женщина, что мужчина. Решительность по-женски – это доброта, отзывчивость, верность в деятельности, трудолюбие, радостный, активный стиль внутренний. Это успешный стиль для женщин. Понимаете? В это надо вкладывать много сил, именно в настроение, с которым ты работаешь. Успех для мужчины – это серьезность, ответственность. Снаружи быть достойным, внутри добрым. Если к тебе кто-то приближается ближе, по-доброму, снаружи твердая, достойная, ответственная позиция. Нельзя быть слабым в деятельности. Никому. Слабость для женщины означает обижаться, слезы, сопли, лень. Для мужчины слабость означает неуверенность в себе, не держать свое слово, опаздывать, прогуливать и так далее. Все это разрушает деятельность. Вот ты, допустим, хороший специалист, у тебя крутое образование, ты знаешь свое дело, не можешь справиться с собой, опаздываешь на работу. Ты потерял это место. Иди в другое. Там ты не нужен уже. Все. Потому что тебе никто не будет верить. Или ты сказал, что сделаешь, а не сделал. Все. До свидания. В этом месте ты уже проиграл. И тебе придется много доказывать, что это не так. Понимаете, о чем я говорю? Или женщина, допустим, начала обижаться где-то, капризничать в каком-то месте. Все. Ты там не сможешь развиваться.